Арифлейм представляет Велнес-прокачка Занятие второго дня Сегодня это правильное питание Базовая лекция по белкам и углеводам от Марии Голодковской Изучить все это просто нереально Даже я как спортсмен я для себя подчеркнул что-то новое Почему мы так много внимания придаем, да, именно вот белкам, жирам, углеводам антрецептики и так далее Потому что из этого состоит все живое, что есть на этой планете Специалист по питанию перевернула представление участников о еде, в том числе о белках Это строительный материал наших мышц и соединительных тканей Они также отвечают за упругость кожи и красоту волос Бывают животными и растительными Человек поглощает кусочек курочки вот с такой аминокислотной структурой, потом я сказала происходит расщепление аминокислотных связей Получаются отдельные аминокислотки И вот из этих отдельных аминокислоток Уже строятся мышечные белки Строятся там другие белки Там собственные белки организма Советы от Марии Голодковской Рассчитайте свою суточную норму белка и придерживайтесь ее Формула 1 грамм чистого белка на 1 килограмм веса человека В 100 граммах мяса в среднем содержится 20 граммов белка Если активно занимаешься спортом А это не менее 4 интенсивных тренировок в неделю То тебе полагается 2 грамма белка на 1 килограмм веса Недостаток белка негативно отражается на работе всего организма В том числе чреват плохим мышечным тонусом и тусклой кожей Что такое коллаген? Девочки Вот упругость кожи, строительный белок Упругость кожи Это белок Если у человека нехватка по белку У него что? Не морщинки Да, не хватает упругости кожи У нас теряется тугур кожи Потому что коллаген, он как раз синтезируется Из тех аминокислот, которые мы получаем из пищи Перед тем, как перейти к блоку по углеводам Мария провела эксперимент с участниками Она предложила им самостоятельно поделить этот набор популярных продуктов На полезные и вредные И объяснить свой выбор Действительно, не все углеводы полезны Даже если это каша или йогурт Ничего меньше 15 минут варки мы не берем Потому что вот это уже все один крахмал Каша быстрого приготовления Там убрали оболочку Самой клетчатки уже нет Остался один крахмал А это очень вредно Это продукт с кучей сахара, который вам просто не нужен Белка есть гораздо меньше И полезных бактерий для кишечника здесь нет Потому что это долгоиграющий продукт Они там все уже умерли давно Советы от Марии Голодковской Для перекуса вместо йогурта с добавками Выбирай обычный кефир или ряженку с минимальным сроком годности Углеводы обязательно должны быть включены в ежедневный рацион каждого человека Это источник энергии для всего организма Помните, в детстве нам говорили Съешь шоколадочку перед экзаменом Действительно, чтобы мозг лучше работал, необходима глюкоза Но углеводы есть не только в шоколаде Не обязательно есть сахар ложками, чтобы хорошо думать Можно съесть тарелку гречки и замечательно думать Углеводы бывают медленными и быстрыми В зависимости от скорости обогащения сахаром крови К быстрым и неполезным углеводам В том числе относятся сам сахар, картофель и белый хлеб Участники Велнос прокачки были шокированы тем Что к этой же группе относятся сухофрукты и виноград Фураган не такая полезная, не такой диетический продукт, как кажется Виноград очень коварный продукт, очень много сахара Медленные или полезные углеводы содержатся в крупах Например, в гречневой каше или геркулесе, а также в ржаном хлебе Эти продукты богаты клетчаткой, которая выводит из организма холестерин, токсины и шлаки Оказывается, когда мы из пищи убираем углеводы, это не гарантирует нам результат Потому что углеводы очень важны в нашем рационе Они помогают, наоборот, понизить тот сахар, который к нам приходит в кровь Углеводы не такие вредные, как на самом деле они думают Их обязательно нужно кушать, и даже тем, кто худеет, их нужно кушать даже вдвоем Если хочешь похудеть и улучшить свое здоровье Исключи из своего рациона быстрые углеводы И увеличь порции медленных, каш и темного хлеба грубого помола Рассчитывай и следуй суточной норме белка Сочетай растительный белок с животным Уже через пару недель такой подход отразится и на фигуре, и на самочувствии Открытием было то, что когда после лекции участники обедали Они начали обсуждать, что они едят совершенно с другой точки зрения Они сказали, ааа, суп! Так, тут углеводы, так, а какие тут овощи? Так, а это полезно, не полезно? Они начали понимать, почему я разработала именно такую программу питания, а не другую Смотри новое видео дневник третьего дня на сайте с 1 августа Вместе с Wellness от Ariflame